Ну давайте, главное начать на самом деле. Вырвите из контекста мои слова, подрежете их под заготовку. Я норм, кстати. Хотел фотку положить. Ну все, давайте, время-то не. Что, куда руки мне убрать? Я могу... Нет, нет, руки свободны. Могу... Нет, нет, тебе вот если ты разобрался, посмотри. Костя, привет. Привет, Ксюша. Во-первых, хочу сказать тебе большое спасибо за то, что ты пришел к нам в гости. А мы пришли в гости в гитарный клуб. Это прекрасное, замечательное заведение, уютное. Да нафига я так говорю людям неинтересно вообще-то. Давай, смотри, просто ты говоришь мне привет, я тебе говорю привет. Ты говоришь, очень здорово, сегодня нас принял в гитарный клуб. Там, типа, я говорю, о, это чудесный мир, где много и всяких классных гитар. И все, типа, и начинаем. Костя, у меня на самом деле к тебе вот такой вопрос. Расскажи, пожалуйста, про свою семью. Про мою семью? Да. Вот это вопрос. Да, в какой семье ты вырос? Я вырос в семье... Ну, в обычной семье. У меня, получается, есть сестра. Сестра живет в Штатах сейчас. А мои родители, они познакомились, в общем, мама познакомилась с папой на вечере, потому что на выпускном она спела с ними, короче. А батя играл в брюки. О, они у тебя музыканты. Романтичная история, да. Но они музыканты, но они впоследствии, там, с течением времени перестали музыкой заниматься. Я, как бы, вот с 13 лет, наоборот, начал этот путь. Расскажи, пожалуйста, в какой момент своей жизни ты понял, что ты хочешь заниматься музыкой? Ну, у нас, смотри, у нас всегда как-то в доме, там, или мы куда-то ехали, всегда все что-то пели, там. Я, как только научился, там, играть на гитаре, у меня, мы, там, с сестрой пели, там, пока она не уехала. То есть у меня как-то всегда музыка была, там, я... Папа, там, включал Битлз, там, Квинн, ну, то есть я слушал хорошую музыку. В пять лет, например, я помню, что я, когда, там, вышел альбом Агутина, босоногий мальчик, мне подарили кассетный плеер, Волкман, такой цветной, и, короче, я гонял с утками его кассету вот эту, и мне очень нравилось. Вообще, я осознал, что, типа, я прям уже очень хочу именно быть музыкантом на втором курсе, в конце второго курса, колледжа искусств, это было мне 16 лет, вот. И что-то как-то мне мама сказала, ну, надо либо быть лучшим, либо не быть, типа, давай, выбирай, и я такой, я такой маленький ребенок. Ты чувствовал ответственность в этот момент, что... Ну, да, как-то вот жизнь моя разделилась, знаешь, на до вот этого решения и после. Или до этой фразы и после. Ну, или до этой фразы и после, да, и, то есть, когда меня спрашивают, вот, что было переломным моментом, я всегда вспоминаю речь мамы, когда она говорит, что, типа, это не школа, здесь не спишешь, то есть ты либо играешь, либо нет, и все, и это реально так. Слушай, мама у тебя, на самом деле, красотка, потому что она тебе в двух предложениях рассказала. Пояснила всю жизнь. Да, объяснила мудрость всей жизни, на самом деле. Мама, Костя, спасибо огромное. Сынок, ты ничего не спишешь, все делай сам. Да, ты знаешь, я сейчас вспомнила историю тоже нашего друга, общего барбанщика, и когда у него спрашивала тот же самый вопрос, он сказал, что ему мама сказала, вот, в преддверии выбора, она ему сказала, сынок, мне не важно, чем ты будешь заниматься, главное, чтобы ты был счастлив. Тоже хорошая мудрость, ты счастлив, когда ты играешь? Я вообще, на самом деле, не замечаю ни времени, ни того, что происходит вокруг, когда я начинаю играть, то есть, это такая, знаешь, магия, ты просто погружаешься в это пространство, находишься в нем, и уже какие-то пути, то есть, ты даже не понимаешь, куда ты пойдешь, но тебя сама музыка ведет, типа, само-то внутреннее чувство ведет, то есть, как бы, это тоже такой необъяснимый и неостановимый процесс. Расскажи, пожалуйста, про своего первого преподавателя. Первый мой преподаватель, это Валерий Залыч Хусаинов, короче, был такой прикол, типа, в 13 лет, в 7 классе мама такая говорит, типа, что кого-то, что делать, в армию пойдешь после 9 класса, там, или что. Ну, в итоге мы пришли в музыкалку, меня начали прослушивать, такие говорят, все классно, на тебе, как бы, 13, типа, куда тебе, там, идти ты, там, будешь же с шестилетками сидеть. Мы пошли, в итоге, в колледж искусств, и в колледж искусств вот нас радушно принял Валерий Залыч, он вообще барабанщик, но он научил меня читать ноты, научил меня тоже всяким умным вещам, очень классным вещам, которые я советую сам своим ученикам, это то, что нужно, во-первых, все петь, все проговаривать, ну, я имею в виду ноты, которые ты играешь, то есть это очень помогает, если ты знаешь словесно, словесно нотами мелодию, то ты ее сыграешь на любом инструменте, вот такая от него истина была, которую я, как бы, мне для себя взял. И, получается, мы подготовились с 13 до 15 лет колледжу, вот, Солерий Залыч, я занимался, потом я уже занимался у Познякова, это такой у нас преподаватель по гитаре, в колледже искусств в Хабаровске. Хабаровске, да. Вот. И как эта смена преподавателей? Для тебя, подростка, это было болезненно или ты был открыт к новому человеку? Слушай, это было очень забавно, потому что, ну, я такой человек, который только понимает, если сам поймет. Так, поясни, я не поняла. Ну, в общем, типа, мне можно безумно долго объяснять и, не знаю, собрать консилиум там врачей, но я все равно не пойму, что они говорят, если я сам не понимаю, о чем речь. В общем, такое. То есть, мне бесполезно объяснять, я не пойму. И меня педагог очень долго называл меня американцем, типа, что я не понимаю, что он мне объясняет, а я, как бы, приучен уже к другой системе. И, соответственно, вот, как только я перестроился, ну, вот я, получается, стал понимать. Скорее всего, это было так, что мне это было нужно, но это не было, знаешь, какой-то моей прям суперцелью, типа, стать музыкантом. То есть, вот, когда у меня щелкнуло уже, это, получается, в 16 лет, я уже стал по-другому относиться. То есть, я, там, типа, стал внимать педагогу, там, что он говорит. Или, там, стараться вообще у всех спросить информацию, там, то есть, я, педагога, там, допустим, мог, там, остановитесь, спросить, там, как вы начинали. Ну, то есть, вот, такие вещи, которые ты, там, можешь попросить у взрослых людей, да, и они, там, не факт, что с тобой поделятся. А этот опыт, типа, он очень важен. Да. Вот, и поэтому я набрался всяких таких умных штук, там, касательно гармонии. Он мне рассказал, он мне, кстати, подарил, Позняков подарил мне свой учебник по джазовой гармонии, который Чигунова. То есть, у него какая-то была книжка распечатанная, то есть, я вот, как-то на эту тему навел, и он мне подарил эту книжку, она у меня до сих пор лежит, по-моему, сейчас она в Хабаровске лежит. Скажи мне, а Джеймс Лу Скотт, это именно тогда псевдоним родился? Ой, Джеймс Лу Скотт, Джеймс Лу Скотт, Джеймс Лу Скотт, ты американец. Слушай, концерт для Джеймс Лу Скотт, это было лет на 9 попозже. Я шучу, конечно, я не понимаю, что. Расскажи о первом выступлении. Твои воспоминания, ты выходишь на сцену. Первое выступление ты имеешь в виду Академ-концерт или, типа, концерт моей музыки? Что именно? Я думаю, такой творческий. Но мы не будем сейчас брать экзамены, да, там, зачеты, а именно, когда ты выходишь на сцену как артист, и тебе надо поразить собой. Ну, слушай, ну, когда ты первый раз выходишь на сцену, я думаю, такое у всех, наверное, происходит. У тебя происходит вообще необъяснимая борьба внутри. Типа, что там, короче, лава. А тут у тебя дощечка. У тебя тряслить, там, бобы, руки. Да, тут у тебя дощечка, короче, и она, типа, вот так кромсается с двух сторон. Да. Вот, и, как бы, выступление – это такая штука, что тут нужен только опыт. То есть, чем больше у тебя выступлений, тем больше у тебя открывается, так сказать, порталов внутри, и все страхи, они такие, типа. Да, ты знаешь, я почему-то часто слышала фразу, что если ты перестал волноваться перед сценой, это плохой признак. Ну, на самом деле, я вот знаю эту фразу, но я с ней не согласен. Чем ты опытней, просто тем больше ты понимаешь, по каким моментам не надо переживать, а по каким надо. То есть, и у тебя уже нету такого, что ты такой, типа… Ну, да, мандраж. Да, ну, первое, что страшно, допустим, играть, не знаю, там, сначала там страшно играть для десяти человек. И это нормально. То есть, нужно просто с каждым разом стараться, ну, на какие-то большие площадки выходить, там, разными способами. Вот. И, соответственно, очень, очень потом легко, когда ты играл, там, не знаю, для тысячи человек, сыграть потом, там, для двух или вообще десяти. А у тебя не бывало такой штуки, что когда ты играешь для незнакомых людей, ты себя расслабленнее чувствуешь, чем когда ты играешь для близких друзей? Да, такое есть. Замечал? Просто это такая ответственность, знаешь, и всегда, когда ты знаешь, что кто-то из твоих близких в зале, ты такой, так, ну, вот сейчас я очень сильно подумаю, сыграть мне вот это вот так или нет. Да, 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 да. И это вот внутри вот так вот происходит, и я даже не знаю, как это объяснить, но вот оно так работает, да. Но это, скорее всего, знаешь, вот чувство ответственности, типа, перед своими. Как бы не могу сказать, что нету чувства ответственности, там, перед другими людьми, незнакомыми, но все равно, короче, вот этот вот, вот именно про вот этот груз, да, он какой-то есть. Вот на этот счет недавно я услышала информацию, что наш мозг устроен так, что мы себя идентифицируем через восприятие дорогих нам людей. То есть, например, у нас есть близкие люди, родственники и те, кто являются нашими авторитетами, да, в самом близком круге. Мы как бы через, то есть, мозг настолько сложно устроен, что мы смотрим на себя через их восприятие. Мне кажется, что здесь... Да, и начинаем думать, типа, вот это вот нормальное оценочное мнение меня. Да, мы думаем, так, вот сейчас он слушает и думает, ну, то есть, ты как бы себя идентифицируешь из глаз человека, который для тебя важен и очень дорог. Вот такая, может быть, штука срабатывает. Да, это так. Ну, просто я себя тоже на этом ловила. Это нормально. Это, кстати, чем меньше ты волнуешься про родном человеке, значит, тем больше у вас, типа, ну, такой, как говорится, коннект, да, по вселенной, типа, уровень доверия. И тем больше, как сказать, и тем больше, видимо, уже опыта, что ты уже, типа, напереживался. Да. А вот давай сейчас немножко сразу в такую тему, наверное, больше психологическую. А если, давай на примере родителей. Очень часто бывает, что, ну, например, ребенок любит музыку, да, там, поет или играет, а родители этого не поддерживают. Ну, то есть, они не воспринимают это как дело жизни или, ну, просто не верят в талант или не верят в то, что эта любовь может быть настолько сильной, что это станет делом жизни своего ребенка. Вот. И вот ты сталкивался с этим или, ну, хотя, ну, сложно представить, да, в твоей семье. Нет, в моей жизни были разные периоды, там. Я начинал играть в группе Star Cardigan, и очень много было, типа, на добровольных началах. Ага. Вот. И, как бы, ну, родители всегда, знаешь, хотят знать, что у тебя там все в порядке, тебе там есть чай есть и все такое. Тебе есть где жить там, ну, и вот, в общем, вот это все. И, как бы, я считаю, что это нормальная практика, ну, может быть, я уже так стал, типа, со временем считать, это, наверное, просто перерасти, что это нормальная практика делом доказать, что, да, это нужно тебе, это ты, ты достоин в этом всем участвовать, это все получать. То есть, я считаю, что это, наверное, даже лучше, чем, знаешь, когда тебя просто облагородили, купили тебе суперклассную гитару, но ты, типа, играть нифига не научился на ней, и ты такой весь в любви, в заботе, в комбиках, в примочках, а приходит чувак, у которого ничего нет, там, у которого, там, типа, дома война, что он там на гитаре играет, и он просто высекает, как бог. То есть, типа, тут, скорее всего, вся вот эта тепличность и любовь родителей к музыке тоже, она, скорее всего, в детях порождает такую, знаешь... Расслабленность. Такую оправданную лень, что ли, я не знаю, как это сказать. Ну, то есть, когда человеку... Ну, это, знаешь, как вот элементарно человеку либо достается, да, там, Слава, просто так, типа, ну, в него, там, вложили бабок, типа, он там что-нибудь, не знаю, написал там одну песню, типа, и катает по стране. И чувак, там, какой-нибудь, там, в подвалах, там, писал, там, миллионы альбомов, там, типа, его никто не замечает. Естественно, что чувак, который, там, в подвалах, типа, он злее, он готовее к этому всему. То есть, типа, тут, скорее всего, вопрос про готовность. Готовность и ценность, наверное. Готовность и ценность, типа, этого для тебя, да. То есть, родители, я думаю, они не дураки, они увидят, что, типа, там, наш сын, там, поглощен музыкой. Ну, да, получается, ты, как бы, по умолчанию доказываешь, что ты правда любишь это, и ты выбираешь это по-настоящему, а не потому, что какой-то внешний авторитет. Скажи, в какой момент ты решил переехать в Москву? Что было таким для тебя знаком? Переехать в Москву я собирался супер давно. Так, и почему ты не переехал? Ну, в общем, короче, вообще история, как вообще, как там Москва появилась в моей жизни, там, типа, ну, знаешь, ты же, ну, ты же тоже, как бы, примерно оттуда, откуда я, да, ну, типа, далеко, типа, там, Тальний Восток, вот это все, это все рядом, в принципе. И, как бы, Москва для нас, там, это, типа, о-о-о, Нью-Йорк, Лондон, ну, что-то такое, типа, в нашем восприятии, но это не так. В общем, для меня Москва началась вообще году в 2012-м, когда мы с Сашей Черненко записали альбом, у нас был такой проект Аврора, сейчас он называется Виманик, он, там, в общем, занимается имбинт-музыкой. И меня после армии он позвал, там, типа, пописать вместе музыку. В общем, мы записали этот EP, и я рассылал его всем ВКонтакте, и вообще так не означает правил Антона Беляева, вот, не знаю его вообще, но я тогда, типа, уже был влюблен в музыку Termades, я смотрел, там, лайв из дождя, там, короче, в общем, такое слушал. И Антон ответил мне через два дня, позвонил мне в скайпе, отчего я просто дико вообще удивился, что такое вообще бывает, вот, оказывается, бывает. И он приехал в Starmades выступать в Хабаровск, в общем, мы с ним познакомились, и они, давай, говорит, ну, ребята, вам надо в Москву. Ну, и как бы, типа, ты такой... Устами Антона Беляева глаголит. Да, тебе, типа, 22 года, ты такой, блин, какая Москва там, страшная, Москва. И чего ты боялся больше всего? Слушай, я не знаю, вот эта вот тупая советская поговорка, я считаю, наитупейшая, что, типа, вы никому не нужны, вас никто не ждёт, ну, типа, и так никто никого нигде не ждёт. Ну, да, собственно, какая разница, кому ты не нужен, в каком месте? Ну, короче, я очень долго переживал, что здесь вообще, типа, трудно, страшно, да, я никогда не найду тут работу, тут миллион гитаристов, тут, типа, вообще уже все сидят на своих местах. Ну, то есть, как бы, это, скорее всего, страх любого человека, который не живёт в Москве, типа, не переехал и не пожил здесь. То есть, это абсолютно оправданная история, что, типа, ты не знаешь, что там происходит, и ты начинаешь себе надумывать, и надумывал себе столько, что, всё, нет, Москва, Москва, сейчас не поеду. Вот, и переехал я, получается, в 28. Я не буду спрашивать, сколько тебе лет, потому что выглядишь ты на 25. Хорошо, 23. А расскажи про самую, наверное, интересную коллаборацию за тот период, пока ты в Москве, с кем тебе удалось поработать, и ты кайфанул прям. О, слушай, ну, много. Ой, сейчас на полчаса. Ну, на самом деле, за год в Москве я много с кем успел поработать или познакомиться, там, те, кто для меня, там, являются, там, типа, с детства, огромными авторитетами. Ну, может, такое самое яркое. Самое яркое. Ну, это, как бы, такой, типа, незначительный факт, скорее всего, но я работал, получается, один раз техником, типа, у Земфира. Вот, и я был на ее репетициях, и, короче, в общем, с точки зрения того экспириенса, который я понял, я увидел, как работает человек, что он делает, для меня это было, типа, вот, мне кажется, наивысшей какой-то школой. А с кем я поработал, мне безумно нравится с Егором Сесаревым работать, я вот записал ему в бесчу с гитару на альбом, и в ноябре, по-моему, ну, вот, скоро, короче, будет год, как мы познакомились с Кристиной Си, и на студии вот трек Бэйби, который, там, вы слышали, наверное, мы с ней сделали за три часа. Вот, это, что касаемо музыкальных, а так, у меня музыкальных очень много всяких коллабораций, там, мы с Ромой Волзем, сейчас у Антона Чернова выйдет альбом, там, две песни, которые мы с ней вместе написали, и вашу песню я жду, я вам сало писал, и, на самом деле, еще много что, я просто сейчас не вспомню, а списка у меня нет, вот, но я, на самом деле, типа, всегда открыт, я очень люблю всю вот эту современную музыку, поэтому, как только я слышу что-то классное, я говорю, давайте, давайте делать. Расскажи, пожалуйста, про свое авторское творчество, и когда ты начал писать, расскажи про первую песню, она есть, она есть? Первая песня, вот, кстати, называется «Мир», я написал. Серьезно? Да. Не, вообще, на самом деле, я, у меня была группа, там, у меня было несколько групп в Хабаровске, у меня была группа, там, Стекло, это, типа, Сергей, такое тупое расшифрование названий, Сергей Троянов и Костя Лоскутов, и мы назывались Стекло. Вот, там мы писали такой, знаешь, типа, русский рок, там, типа, ну, нам было лет 15, и мы такие, типа, ну, как там, злой подросток, вот это все, вот. Потом у меня была группа «Ермис», мы играли пост-рок, это было, получается, по-моему, где-то, типа, с 18 моих лет до 20, вот, мы играли пост-рок, ориентируясь на азиатскую, больше, сцену, и дружили на «Майспейсе» с очень огромным количеством команд, там, а потом «Майспейс», короче, закрылся, и что-то, как-то я, видимо, не догадался у всех имейл попросить, и, короче, утратился контакт, вот. — Обнулился. — Да, и армия нас разлучила, и, получается, в июне 2010-го забрали гитариста, а осенью меня в армию забрали, и у нас группу, короче, типа, государство разрушило «Ермис». — Слушай, а вот очень часто у музыкантов есть такая, наверное, избитая тема, но все же кавера в нашей стране сейчас, они намного прибыльнее, нежели свое авторское творчество, да, в которое, как правило, приходится вкладываться очень сильно временем, финансами, всем, всем, чем можешь. — Как ты балансируешь среди этого? — Я отлично отношусь к каверам, я не считаю ничего в них плохого. Единственное, для меня как-то внутри моей головы существует понятие «плохая музыка и хорошая». — А вот расскажи подробнее, что для тебя. — Ну, условно, там, типа, я… там, где я играю, и, типа, где я отвечаю за репертуар, ну, там не будет, не знаю, LG, там, и вот, ну, вот все, что мы, там, типа, мое поколение музыкантов считают, типа, чем-то таким неклассным. То есть, как бы, я не хочу ничего плохого говорить, там, про творчество LG, но, типа, мне не близко, и я бы не хотел это играть, даже учитывая, что люди там это просят. То есть, мы, как бы, в нашей кавер истории стараемся играть, во-первых, а свободно, то есть, это такой формат такой более… Во-первых, мы никогда не играем песню в оригинале, я считаю, что, если ты играешь кавер, то нужно максимально показать свое видение этого всего, иначе, иначе ты реально превращаешься, ну, там, в магнитофон, вот. И второе, что мы реально играем максимально свободно, то есть, я люблю играть с лупером, я, типа, записываю какую-то гармонию, импровизирую, там, Вика поет, потом раз, я что-то еще придумал, потом раз, мне вообще, может, унесло в какую-то другую стилистику, и все это в процессе. То есть, не происходит такого, что, типа, я играю кавера каждый раз одинаково. То есть, ну, не знаю, как балансировать. Но это же работа, и просто можно делать ее очень хорошо, качественно и классно. И вот, главное, я не очень хочу становиться вот этим вот магнитофоном, чтобы играть песни один в один. Это тоже очень хорошо учит, и, как бы, хорошая школа, но это, на самом деле, очень сильно истощает. То есть, если в таком процессе, когда ты играешь кавера по-своему, ты как-то что-то ищешь, находишь себе, закрепляешь, и это становится твоей частью, то, как только ты играешь, типа, в заготовленную историю, ну, да, ты, там, запомнил фишку, но это, как бы, все равно не остается с тобой, потому что это, как бы, не из тебя вышло, вот. Расскажи, что для тебя успешный музыкант? Слушай, ну, это такая громкая фраза. Мне кажется, главное, главное, несколько вещей. Первое, это играть то, что тебе нравится, там, и то, что ты, типа, создаешь. Второе, это чтобы люди были счастливы, и чтобы их было много, и чтобы они, там, не знаю, знали твою музыку, слушали, там. Мне кажется, еще очень важно для музыканта, это коллаборации, типа, то есть, насколько, насколько человек может делать один, но насколько круто, когда он один, может соединиться еще с разными-разными музыкантами, и получится еще что-то очень большое и интересное. И что еще? Ну, я думаю, скорее всего, типа, самый простой ответ, который я могу тебе дать на этот вопрос, это делать то, что тебе нравится, получать за это деньги, и быть счастливым, и люди, чтобы были счастливы вокруг. Все, мне кажется, этого достаточно. Ну, то есть, просто, мне кажется, нет на этот вопрос однозначного ответа. Согласна. Что знаешь, там, о, успех. Ну, типа, ты же все равно понимаешь, чего все это стоит, там, сколько ночей, часов надо заниматься, сколько надо снимать, то есть, это же огромный труд, большой путь, и у всех он разный, поэтому нет у меня вот прям такого однозначного ответа, но то, что я сказал, думаю, подойдет. Как ты сейчас занимаешься? Что входит в твою практику? Ты человек, который уже достиг уровня свободы, ты знаешь, как выразить свои мысли. Чему ты сейчас учишься? Сейчас я учусь тому, что я, как бы, подчеркнул у гитаристов современных. Ну, я вот очень люблю тусовку Pick Up Music, там, мне дико повезло, что они, там, меня опубликовали, и, там, иногда меня постят и в сториз, там, и, в общем, это все очень классно и для меня работает, и мне очень нравится взаимодействовать с миром. Вот, первое, чему я учусь, это работать именно с нотой. То есть, я, когда понял это, я вообще так просто, там, у меня взорвалось сознание, и у меня просто отключилось желание на гитаре играть вот так, типа, знаешь, ну, берешь аккорд там. То есть, я стал стараться, я очень много сейчас занимаюсь тому, чтобы играть на гитаре, как на фортепиано. То есть, типа, то есть, я беру аккорд, и все ноты, которые я вижу, как их можно, все интервалы, какие, как можно это все соединить. Вот, я стараюсь сейчас писать сам уже какие-то свои пьески, типа того, как я разучиваю на пикапе, и как-то вот у меня вот сейчас в этом направлении. То есть, я хочу прям понимать, как делают они, делать так же, и, типа, все это совершенствовать. Ты преподаешь уже 10 лет. Расскажи про этот опыт, про свои наблюдения. Это тяжело, это необходимость, это твое призвание. Почему ты преподаешь? Все началось с того, что я закончил колледж искусств, и меня позвали преподавать. Ну, типа, как человека, который закончил с хорошими оценками, видимо, там, хорошо себя проявил за все эти годы. Вот, и с этого началась моя преподавательская деятельность. Как бы я никогда не планировал, что я там, ну, у меня, то есть, в дипломе есть, что я преподаватель. То есть, началось это с того, что я вообще не знал, что делать. И, собственно, с опытом научился. Ну, то есть, как бы, вот, мои первые, в принципе, очень много кто из моих учеников, кто со мной долго, это все мои друзья. То есть, там, вот, остались в Хабаровске ребята, там, Саня, Саня, Вадик. Это, вот, одни из моих первых учеников, которые, вот, через колледж пришли. Потом есть Дима Волков, вообще взрослый мужчина, которому, по-моему, лет сорок, и он пришел, говорит, Костян, ну, вот, хочу, как ты. Я говорю, давай. Расскажи поподробнее, в сорок лет человек приходит учиться играть на гитаре. Ой, я тебе сейчас так расскажу, это смешно, я всегда, когда рассказываю эту историю, он говорит, вот, Костян, вот, прикинь, мне сорок, я, говорит, устал. Я пить не хочу, курить не хочу, не употребляйте наркотики, никогда, говорит, нюхать, мне, говорит, неинтересно, говорит, качаться, говорит, ну, вот, только вот качаться, говорит, и музыка. Вот, и все, и, как бы, он увидел, по-моему, я выступал на каком-то конкурсе, и он, в общем, через моего одного знакомого туда пришел, и ко мне подошел после конкурса, и говорит, вот, Костян, хочу, как ты, научи. И очень здорово, что, когда человек взрослый, в отличие от, не знаю, там, детей, да, там, до, ну, до 13-ти, там, 14-ти, взрослый человек заинтересован в том, он понимает, за что он платит деньги, он понимает, чему он хочет научиться, он от тебя требует определенный результат, и он прекрасно понимает, что он хочет, а чего не хочет. А ребенок, например, много кого из детей просто отдают, там, ну, тебе, типа, вот, занимайся, давай, вот, научи его. А ребенок, допустим... А ему это не нужно? А ребенку это не нужно. Ему скучно, он хочет... Либо ребенок, там, как я, типа, вот, до моих тех лет, не понимает, как бы, вот, что это с ним будет сотворять. Вот, и, соответственно, со взрослыми, конечно, интересней, потому что ты учишься у них сам чему-то, потому что, ну, типа, если взрослый человек в таком возрасте, он очень много может тебя научить в плане, там, жизни, опыта и всего такого. То есть это, как бы, очень классный обмен. А с детьми, например, очень классный обмен того, что ты, ну, ты, во-первых, общаешься с ними, то есть ты для них, в первую очередь, там, друг, приятель, а потом уже учитель. То есть очень здорово, что ты, там, понимаешь, как сейчас живут дети, и ты уже не такой, там, дед, да, в свои, там, типа, 29 лет. То есть ты уже начинаешь понимать, что, вот, сейчас, сейчас вот дети живут так, и ты начинаешь понимать, что, да, мы же тоже были такими, и, как бы, все в порядке. Вот, но что касаемо опыта, очень здорово видеть, когда ребенок пришел, его, там, знаешь, отдали, и вот этот момент, когда человек втянулся, когда ты его погрузил в этот прекрасный мир музыки, и уже не ты даешь задание ребенку, а ребенок тебе говорит, все, разбираем вот эту песню, учим вот это, и все, и вот это очень круто. Инициатива. Да, то есть очень важно, вот чему научил меня Хусаинов, и мама тоже, кстати, говорила об этом, очень важно научить любить инструмент. То есть, вот, как только ты научишь человека любить инструмент и заниматься, все это будет с ним на всю жизнь, и может он еще заразит потом, там, еще миллион человек этим. То есть, вот, это самое важное в педагогике. Класс. Расскажи, как ты подходишь к процессу преподавания, есть ли у тебя какая-то система, потому что, если человек не ходил в музыкальную школу, не пел ни в каких, не знаю, коллективов, не играл ни в каких ансамблях, с чего ты начинаешь, в принципе, погружение, да, вот? Ну, смотри, если с нуля, то мы начинаем с постановки правой руки. То есть, и первое, на что я обращаю внимание, я считаю, что самое важное – это звук. То есть, вообще не важно человеку, вот, например, там сидит человек, и он слышит музыканта. И первое, на что он обратит внимание, не то, сколько лет он занимается, не то, там, как он выглядит, не то, сколько ему лет, а как он звучит. То есть, первое, над чем нужно работать, это нужно работать над звуком. Второе – это элементарная моторика, то есть, нужно просто постоянно развивать пальцы, чтобы они, то есть, как бы, чтобы меньше мозг думал о том, что нужно делать. То есть, нужно доводить это до автоматизма. Третье, когда вот это уже все приходит, ну, либо это все, как бы, в совокупе должно работать, я очень люблю заниматься изучением грифа. То есть, там, вплоть до гаммы до мажор, там, типа, белых клавиш по всему, до хроматики. И, соответственно, уже, если джазовая гармония, то это пять видов джазовых септаккордов, и уже с этого начинаем плюс альтерации, там, плюс пять, минус девять, там, просто девять, девять, одиннадцать, тринадцать, ну, и там уже это. Когда у тебя появляется мышление педагога, ты любому человеку можешь объяснить одну и ту же вещь с пяти сторон, с шести, если надо, с десяти. То есть, задача педагога, по сути, об одной и той же вещи говорить вообще со всех ракурсов. Я с тобой абсолютно согласна. Мне кажется, в этом есть мастерство педагога. Да, и то есть, чем больше ты лет учишь, тем больше ты понимаешь, так, вот так я уже объяснял, так объяснял, так объяснял, о, понял, ну, а еще вот так объяснял, да, и получается очень классно, то есть, человек, он начинает думать, что он сам к этому пришел. То есть, ты затрагиваешь так, типа, струну в нем, что он начинает понимать, что вот это он услышал от тебя, а об этом он думал, а ты об этом ему уже сказал. и человек начинает понимать что это вот он сам пришел то есть этого до мастерство педагога максимально объяснить мастерство педагога не читать бумажки как в институте типа и чтобы лекцию записывать на мастерство донести своими словами через свой опыт полное понимание предмета то есть я считаю что крутой педагог это человек который понимает предмет максимально то есть там вплоть там вот типа вот такой вот микронотки там да там огромных произведений как они строятся есть люди вот есть дети которых отдают в музыку но родители ими к примеру не занимаются совсем и ты становишься для них тем человеком которых вот с которым они приходят общаться то есть у меня было такое у меня был такой ученик андрей он просто приходил ко мне то есть он ну ему давали деньги родители он просто приходил ко мне и рассказывал что там как в школе дела как у него дела да я говорю ну давай ты же хотел блюзом заниматься подожди подожди сейчас расскажу раз так один урок прошел второй третий и потом просто произошло так что он перестал ходить и потом не знаю случается по моему года два или три я встречаю его на остановке и он не говорит кости я такой был дурак что у тебя здесь мне кажется тут просто человек должен быть готов то есть либо либо ты подготавливаешь человека ну и я типа делаю для этого очень много но ты же сама понимаешь что вот ну вот как я объяснял что реально хоть консилиум врачей собери они тебе будут объяснять как человек оперировать но ты если не понимаешь как это делать ты там типа только порежешь или даже знаешь наверное если ты не понимаешь зачем тебе да и тебе это ну да то есть как бы тут вот в этом как бы самая загвоздка в беркли система ученик приход к педагогу и педагог задает вопрос чем я сегодня могу быть тебе полезен прикинь это вообще здорово если бы у меня был такой педагог я бы просто каждый день вытрекивал бы из него знания а давай вот это мне расскажи а то я такой сижу там с youtube все снимаю это мне надо все замедлить видео а тут у меня есть чувак который может быть полезен и может быть он мне расскажет как вот это делать ты не представляешь как раньше было чтобы чтобы у меня появился берсольд это еще даже не было рутрекера который запрещен в россии еще в общем не было всяких там вариантов где что-то можно было скачать и я заказывал сказаний 5 9 дисков где был типа берсоль где были книжки где были но ты знаешь все кирилл буки то есть типа сейчас любую информацию не знаю там даже есть видео если ты типа снимать не умеешь есть вот просто чуваки которые снимают матиуса осад и просто выкладывать видео вот так вот с табулатурами вот-вот просто занимайся сейчас время такое что просто вот занимайся и все то есть если раньше реально надо было просто не знаю что сделать перерыть миллион форумов чтобы найти новую музыку там я сидел раньше на funky souls и как только раскачался вконтакте все эти паблики сейчас музыка не просто уже не спрятаться она типа отовсюду вот только послушай раньше такого не было раньше типа не знаю там чтобы чтобы узнать группу летius ну я просто типы сидел сутками на funky souls и искал новую музыку или вот как мы по строк когда играли все что я нашел я нашел на funky souls то есть вообще японская типа музыка там на тот момент это был 2008 9 год то есть я вот находила на форум то есть реально сейчас просто ну хочешь хочешь играть вот вот тебе уже разжевали и в этом как бы на самом деле самая проблема что чем проще и разжевание человеку дают информацию тем больше он ее не ценит а чем больше она не ценит тем больше она ее соответственно не может понять соответственно не может и в себя погрузить потому что он и погружает в себя не через процесс анализа просто потому что вот она есть то есть как бы проблему в этом в доступность до проблема в супер супер доступности информации ну скорее всего не в доступности информации а в лень то есть лень сейчас максимально оправдана да если подачал он там за меня все сняли типа ну класс ты часто делаешь видео в которых происходит твоя игра игра ну короче мне вообще в принципе там вот когда я начал заниматься в пятнадцатом году там когда появился джеймс лоскот я сначала занимался с эмплированием мне безумно вообще нравилось делать ремиксы то есть я в принципе вообще люблю вот этот факт взаимодействие с другим артистом потому что потому что просто вот я тренируюсь там типа я играю там сам занимаюсь этом дело к играю мне очень интересно развивать все время свои видения то есть чтобы я смотрел на ну вот опять-таки возвращаемся к тебе коге чтобы я смотрел на вот эту музыку не вот так вот типа вот так вот и то есть как бы коллаборации вообще у меня начались с ремиксов то есть я вот в прошлом году делал на сплайсе на ян эвинга вот с которым мы давно типа видео я сделал и на роба рауджа ну знаете кто это такой вот и потом начался весь вот этот движ с пикап мюзиком то есть я вообще снял типа с инстаграма видео что там играет курки эндерсон короче все все это выложил типа ну такой ну и ладно а а потом я снял видео на янг ну там янг тим по моему его зовут в инстаграме чувак который вообще катается в туры с 21 пайлот с короче техником вот но он типа очень клёвый джаз и гитарист вот я снял его пьесу ну там поставил дома там ну вы были там в квартире где я живу там как бы вид ну так себе такой знаешь ну не 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 как у американцев там наш у них у них вот так вот всегда этом типа на видосах очень красиво у меня там как бы такой стол обшарпанная стена вот ну и в итоге они разместили это видео написали мне то есть типа получается я теперь не плачу за то что имею доступ пикап музыку вот и типа видосы там которые я снимаю если они получаются там классными им нравится они выкладывают ну и как-то вот я с тех пор вообще перевел телефон на английский как-то стал стараться чтобы мыслить чтоб с ними разговаривать нормально и стал всем писать типа привет там классное видео у тебя там они стали писать мне я пишу домой пришли мне то типа давай там сделаем то то есть на самом деле мир открыт и все что какие то есть не знаю препятствия не только у нас в голове но это вот как раз таки к вопрос о том что ты там никому не нужен то есть просто для меня было вообще немыслимой темы что меня там типа на пикапе за посты то есть я вообще в жизни не мог этого представить но я типа просто попробовал это сделать ну был настойчив может быть в каких-то моментах типа там подзабочился в каких-то моментах и это получилось то есть на самом деле нет ничего невозможного вообще есть по моему какой-то пример наверное вот а да я вспомнил я был на день рождения короче у славы мартишова и там был его друг который рассказывал про чувака который живя в россии стал работать в universal и по моему что-то рисовать для мстителей и и его мысль была в том что он сказал что типа да чувак просто делал и показал типа вот этим мировым чувакам что он делает и у меня эта мысль такая вот такой что так можно ешь типа могу также да и все я помню что когда меня опубликовали на пикапе я для проснулся ночью такой типа я не мог уснуть и я помню что первым делом я написал благодарочку вот другу славы что типа чувак типа может быть ты уже и не помнишь что ты сказал но этого мне вот нашло отражение типы я нашел какую-то вот дверь чтобы с этими ребятами познакомиться то есть я участвовал уже в бета-тесте приложения который создал чувак с пикапа который называется open stage ну в котором вы все можете зарегистрироваться и там очень типа такой ну типа условно можно сказать что это как тик ток для музыкантов ну то есть типа там ты 30 секунд играешь вертикальная картинка и все и такие же музыканты могут тебе там клейпы ставить ну там типа хлопки и комментарии ставлю вот и вообще мне в принципе очень понравилась вся эта система на пикапе то есть вот этот song squad то есть ты берешь чью-то пьесу ее разучиваешь играешь если ты играешь классно они тебя выкладывают то есть соответственно ты можешь во-первых как бы не за соревноваться или показывать лучшим чувакам что ты как бы тоже умеешь и ты тоже стараешься тоже занимаешься да то есть это очень здорово и мне вот нравится именно вот этот вот именно сам вариант что типа общение с мировыми чуваками да может быть они там не супер известные но ты когда слышишь их игру самое важное же что я сказал звук и ощущение музыки это когда слышишь как они играют понимаешь хочу также и ты начинаешь заниматься и все и тебя уже не остановить слушай у тебя там книжка классно лежит расскажи про не просто ой так не жена кстати это супер книжку доказывать короче эта книжка которую я увидел ну то есть благодаря тому что я стал вот этой всей темой пикаповой заниматься так называю я стал бы ну я стал подписан на кучу классных мировых гитаристов которые типа как не знаю создают сейчас историю да то есть то что смотрят чуваки которые там только начинают заниматься госпелом ноу-соулом либо ребята которые там сессионные играют например матиус играют осато с джесси джей или он еще играет с бруно марсом ну короче играет там с величинами для нас ребята которые сейчас с глыбами да эту книгу короче ну тут написано что это марк литери это знаете да гитарист нарки папе вот но на самом деле я думаю что он здесь написан на обложку как очень крупное имя потому что здесь есть ребята которые для меня считаются величинами да но как бы для мира они не особо известны вот и эта книга которая просто раскладывает на осол вообще по частям то есть в принципе как что работает как аккорды какая легатная техника какие вообще арпеджио применяются как это все можно с собой совмещать какая ритмика то есть я тебе сейчас расскажу я запустил попрошайку на день рождения ну типа написал номер карт кто хочет поздравить меня поздравьте меня люди на поздравляли и я такой блин классная теперь есть деньги чтобы заказать эту супер книжку она она вышла слушай я не помню сколько она стоит на немного я если тебе интересно мы можем там как у дядя так сделать больше тысячи рублей я правда не помню то есть я не помню я могу просто типа залезть письмо она просто вышла вот у меня день рождения 25 апреля а вот эту вот копию мне напечатали 27 то есть это типа для меня напечатанная книжка и короче свеженькая просто в общем я все это снимал ну то есть я снимал на выслал там много разных видео и просто когда я почитал эту книжку у меня знаешь все как по полкам разложилось и мне теперь очень понятно я могу теперь людей учить то есть как бы я в принципе и так мог учить на тебе она в россии есть или тебе нет ее нет в россии есть есть короче вот не знаю можете найти fundamental changes это такая контора которая в принципе разрабатывает эти книги и у них очень много разных вообще книг и вот по него соулу это получается первая книга которая же его пальцем закрыла ту штуку есть здесь просто вообще все я могу перечислить вот пьесы этих чуваков я играл магнус клаус и например бьють якович бьють якович даже не комент оставил я вообще такой сидела круто вот курт хендерсон как раз таки тот чувак с которого все началось керри тус мув маршал да это просто очень круто чувак вот ну и менее известно здесь просто открываешь книжку а здесь написано типа послушайте такие альбом муви тома миша такую пьесу как ухи отускают на комаре да я я просто открыл эту книжку и такой да ладно 2019 год и в книге это написано и как бы меня это просто вообще очень надо быть пытливым чтобы брать нужное то есть мне кажется что я не знаю мне кажется что очень много зависит от человека если он отвечает себе честно на вопросы то у него как-то выстраивается этот путь а у тебя бывает вообще депрессия слушать отчаяния что ты сидишь и думаешь блин почему музыка был бы я нефтяным магнатом богамах и долго все классно лучше не нет ну а у меня у меня вот вот именно прям вообще вот таких мыслей как ты сказал нет я я никогда не жалел что я занимаюсь музыкой потому что это в принципе то вообще как бы я живу этим типа то есть это не знает и толкает дальнейшему существованию мне вообще интересно потому что мир музыки он вообще просто безгранична безграничный то есть как только ты не знаю откладываешь гитару и начинаешь заниматься электронной музыкой ты начинаешь понимать что это вообще еще больше безграничный путь моя электронной музыкой занимается с 15 года то есть как бы просто то чем мы занимаемся это очень классно и чем больше мы посвящаем этому времени тем больше мы понимаем естественно что ничего не знаем да как сказал великий философ но это интересно то есть мы мы постоянно бесконечном поиске мы никак не знаю мы может быть не как люди которые работают в офисе до которые приходят и ой это ужасная работа ну то есть мне кажется у нас очень редко бывают вообще такие до проявления эмоций потому что каждый раз когда ты приходишь на работу ты уходишь с таким ощущением что блин как же было классно типа ребята мы так сегодня классно поиграли и все и то есть ну то есть есть какая-то может быть физическая до усталость там ну конечно же мы не разгружаем вагоны но имеется ввиду есть вот это вот не знаю то есть от каждой работы ты заряжаешься энергией на то чтобы типа работать дальше депрессии бывают и бывают всякие там ну мы же творческие люди это нормально вот например в эту осень я вообще никак не могу въехать у меня какое-то знаешь такое вообще разбитое состояние вот но мне очень нравится стих дорно перед без мата когда он на каком-то концерте читал и там есть классная строчка вставая каждый день с кровати чего-то должен ты хотеть я когда начинаю тупить я вспоминаю этот стих дорно и такой да я должен что-то хотеть и иду сажусь что-то начинаю делать то есть вот как бы расскажи про свое сотрудничество с проектом песня на тнт да я как бы не особо прям сотрудничал просто там мои друзья группы 3 тянет в общем участвовали там и слова просто попросил меня помочь им с постпродакшен ну типа там что-то дописать и я помню что это было вообще ну в общем у них был какой-то край по времени и у меня тоже был какой-то край по времени мне надо было на уроке в 11 ехать и в итоге я для того чтобы сделать им я прописал им там ну в общем добавил всяких саунд дизайновых звуков там прописал несколько гитар там партий и все это было так что я записывал это в 6 утра и славе в telegram видео отправлял посмотри классный нет вот это я называю telegram production вот и собственно я был на всех концертах песен то есть вот потому что ребята там участвовали то есть мы гоняли вот с девушкой славы там с их друзьями вот на съемки и вот получается сбежать по крышам типа я вот им помог с постпродакшеном добавил там каких-то звуков и все так я как бы никак не причастен к песню смотри ты ведешь телеграм-канал в котором ты очень-очень много делишься так много что люди отписываются честно я даже сегодня поймала сюда на этой мысли потому что ты за 15 минут сделать типа сейчас 8 каких-то там новостей я так у меня срабатывать надо посмотреть почитать я же там первым делом там первым делом телеграме написано если канал захочешь написано отключите звук да то есть как бы я перебил тебе да ты поглощаешь вот информацию да просто как как монстр вот как-то это умудряешься переваривать так быстро слушаем на самом деле может быть это такое ощущение просто вообще изначально завел телеграм-канал по моему года два назад я помню что я завел его еще в хабаровске зимой и я думал что я вообще не понимал как это все работает то есть я не знаю я не то чтобы был там первопроходцем знаешь но тогда телеграм-каналов не было прям много то есть я когда делал телеграм-канал для меня не было понятно что это просто типа как какой-то знаешь типа чат но в котором типа никто тебе не может ответить то есть это уже они потом чат добавили я просто на самом деле сначала делал какую-то типа типу энциклопедии такой знаешь что познакомить там людей с творчеством дэниела цезаря там виллу смит то есть там если открыть первые посты я там прям типа находил информацию добавлял шрифты потом я понял что как бы людям это интересно но если я подаю информацию просто кидая ссылкой и пишу это типа ну люди все равно благодарны мне за то что я типа эту музыку нашел и у меня допустим нету такого как у других музыкантов что типа там я что-то нашел для меня это сакральное я никому не покажу я наоборот считаю что чем больше ты делишься тем больше тебе вернется и поэтому вот у меня есть телеграм-канал где я по большей части для себя что-то выкладываю то есть чтобы потом посмотреть либо я это посмотрела это реально классный и я рекомендую другим то есть как бы он же типа вообще изначально канал назывался лоскутов рекомендуют вот потом я подумал что то это как-то громко чай вообще кто и называл это типа джеймс лоскот тейст вот и все и то есть я туда выкладываю ссылки которые посмотрел либо посмотрю либо я знаю что этого артиста что-то вышло крутое это реально крутое то есть как бы это по большей части место где люди которые постоянно ищут музыку либо наоборот не ищут но хотят ее найти вот она у меня есть и откуда родился этот псевдоним псевдоним ну мы получается делали с моей девушкой они 2 simple track ну типа как это было я просто типа лежу такой макбук я там что-то нарезаю какие-то сэмплы это был вот кстати 2 миннесота копс вот этот короче где на обложке еще там типа и из кучей смайликов на лицо состоит ну вот там нарезан джинс блэй колдрей ну короче очень много всех штук если прям разбирать детально . прикольно и короче мы просто надо было выгружать в общем эти треки надо было создавать какой-то public ну вконтакте вот и мы лежим сани я что-то делаю трек и надо типа его придумать она говорит ну а у меня любимое имя джеймс ну потому что куча всех музыкантов которых я люблю мировых и допустим джеймс блэй который перевернул вообще мое сознание то есть я начал слушать электронную музыку типа после его первого альбома я услышал в армии кстати когда все вокруг слушали дабстеп вот этот я типа слушал этот великим скрин вот и не понимал вообще что происходит мне так нравилось и потом я уже выслушал со временем джеймса блэйка я понял что типа псевдоним но у меня то есть псевдониме должно быть джеймс то есть это как-то вот мое любимое имя там и джим морисон тоже джеймс рядом вот и алла скотт аня такая говорит ну типа на британский манер типа лоскотт моя фамилия лоскотт и поджимс лоскотт круто и мы такие блин круто и все я создаю паблик вконтакте джеймс лоскотт загружаю туда эти два симпл трека типа переименовываю свой саундклауд и все и типа я стал джеймс лоскоттом а потом аня на день рождения сделала мне кепку но это уже не первая кепка потому что я постоянно каждый день рождения хожу из-за нашего то есть тут типа такая сзади типа звезда короче а вот здесь и джеймс лоскотт и это вот типа вообще разработка моя не она то есть это все придумалось нашла шрифт и все вот так вот я вот и кепки хожу круто мне кажется можно обращаться к вам по теме брендинга обращайтесь номера не мы оставим дикий пиар я хотела попросить у тебя чтобы ты рассказал но дал несколько советов просто ты сам продюсируешь себя да как не только себя на самом деле ну да и не только себя я имею виду что ты делаешь свою музыку как раз такими не себя продюсировать безумно сложно я могу вам угодно но типа себе сделать это вот я не знаю я очень много об этом думал и вообще типа меня не рассказывал что меня по дизайну человека так что типа я вот там как как проектор типа я вижу в людях что нужно им дать но что нужно мне дать себе я не вижу вот типа вот ну вот мне как-то с этим же ты вопреки своим там пророчеством по дизайн человека ты делаешь серьезные шаги да у тебя уже два альбома нет у меня один альбом у меня один альбом акустический который записал в хабаровске типа у меня дома было пианино которое забрал по самовывозу я научился на нем играть тем что снимал ковера на youtube типа просто вставал каждый день не знаю там ну там это было по-разному я сначала снимал ковера на земфиру у меня их там было очень много вот и потом я такой подумал что-то не земфиры единый стал снимать на дону на разных в общем там если смотреть youtube то там реально почти каждый день типа не выкладывал видосов до того как не уехал и просто я короче получается гонял к антону в восемнадцатом году смотрел как он альбом делает ну берем мы договорились и я приехал от антона и я понял что типа у меня надо до того как я уеду в москву записать мои песни чтобы они были вот хоть в каком-то виде потому что у меня было наверно на тот момент по не знаю три-четыре разных аранжировки почти на каждую песню но типа мне ничего не нравилось я понял что если песня хорошая то я просто запишу это все в акустике и и все я ставлю так и когда мне уже щелкнет в голову я вот сейчас уже начинаю заниматься этим да я начал типа заниматься тем что я еще сделаю демки и с разными ребятами попробую это типа доработать потому что я понимаю что я сам себе съем мозг и опять ничего не сделаю вот поэтому мне определенно нужно за за коллаборировать за сотрудничать с кем-то по продакшену чтобы я как бы сам себя не замучил вот в итоге приехал ко мне саня зубков там привез микрофон и я заплатил настройщику настроенный фортепиано ему получается просто записали три трека под фортепиано и записали вот один под гитару который мир вот и когда я приехал в москву карина истомина искала типа молодых классных артистов и я был дико удивлен когда она взяла трек мир типа себе в плейлист и типа это единственный трек я кстати тогда почему-то был очень уверен что мне надо играть не на гитаре я был типа очарован фортепиано потому что мы прикинь ты просыпаешься просто с утра идешь за фортепиано это необъяснимая вообще просто история до сих пор хочу так жить но пока не могу ты не можешь оторваться в гитары я не то что не могу оторваться от гитары а просто гитара это то чем я занимаюсь много лет да и это ну я на ней умеют там ну какие-то различные вещи да а фоно это то чему я вообще учился сам и то есть там вот что я сам научился сам натыкал то и умею то есть естественно мой уровень игры на фортепиано ну как бы он такой то есть соответственно мне просто нравится вообще звук живого фортепиано то есть поэтому я хотел чтобы у меня на альбоме были песни под фоной некоторые песни вот просто я под фоной написал то есть та же самая обещай мне она родилась с того что я просто сидел вот так вот утром придумал я такой блин да это же классно и все типа то есть вот так вот и родилась эта песня как бы я просто люблю фонос ну вообще люблю живые инструменты и фонос за то что ты реально вот садишься нажимаешь что-то и все и тебя несет то есть как бы с гитарой я очень много знаю что как работает и ты сама знаешь что чем больше ты знаешь тем тебе ну труднее от этого отойти на фоно как бы у меня нету там тип особой техники но вот мне безумно нравится как как много времени уходит на написание песни тебя слушай вообще по-разному на самом деле я вот не в плане написать песню я могу просто типа включить диктофон намяукать что-то потом типа под мелодию искать слова вот но я не обладаю перфекционизмом сразу могу сказать в этом плане то есть я в плане там продакшена могу сидеть 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 там типа и думать что нет нет не пойдет в плане написание песни мне как-то это не сложно дается но я на самом деле не часто пишу песни то есть у меня как-то должно щелкнуть что ли я не знаю то есть хотя может быть я просто сейчас в другой вектор уклонился то есть именно в понимании как на гитаре музыку делать именно гитарную и может за счет этого я отдалился от песен вот но в принципе может быть пойти на курс по самграйстингу на самом деле я понимаю как это все работает я просто не хочу заниматься самоповторением то есть типа я понимаю что вот у меня есть там вот эти вот четыре песни например и я понимаю что если я буду делать дальше то я хочу вот прям совсем другие делать как делать другие я пока не понял и как-то может быть я просто нахожусь в поиске или или в процессе но на самом деле очень классно мне наверное просто мне наверное просто не очень классно одному все делать то есть если бы у меня нашлась прикольная команда которая такая кастя у тебя классные песни давай делать их вместе я думаю мы бы с группой сделали бы очень много типа то есть мы бы там джеме ли я бы тоже что-то придумал то есть просто когда ты один ты все равно несешь себя там и и больше чем в тебе есть и все равно не вытащишь а когда это все взаимодействие это как бы типа уже два мира и это уже гораздо больше понимаем музыка да то есть то есть я думаю просто я думаю может быть я соберу команду просто и все так как у тебя сейчас расставлены приоритеты в этом плане приоритеты в плане типа нужно ли мне что-то выпустить или ничего не делал расслужение 1 сказал да что ты понимаешь что эффективнее будет заниматься да там со своими людьми со стаей с людьми которые будут тебя в этом подзаряжать а ты их вот ставишь ли ты себе такую внутреннюю я считаю что всему свое время просто то есть я уже нашел людей которые готовы мне помогать типа с продакшеном хотя они услышали там полдэмки или там типа с историю инстаграме понимаешь то есть мне кажется это мне просто нужно больше типа делать создавать чтобы люди ну как бы сами притягивались понимаешь то есть это же как бы не должно быть насилием так не должно быть это должно быть все по такой типа взаимной любви то есть типа нравится музыка давай делать то есть ну вот как не знаю как как например мы с антоном чем-новым типа сработались просто мы сели с ним он вообще пришел ко мне учиться изначально реально пришел ко мне учиться а потом он просто приходит в один из дней говорит костяну дри гитары давай песни писать я говорю смысле чего это так просто я давай ну он говорит играй что-нибудь я играю и такой думаю так я сейчас играет и вот мы просто вот с ним я соединил типа вот свое мышление с ним и получилось классно и вот я понимаю что да что нужно вот просто наверное вот найти до людей и на том с этим я уже предложил сделать песню совместную ну типа мне помочь написать песню поэтому я думаю мы с ним скоро это сделаем просто сейчас вот пока состояние психологическое осенние не очень слушай ну дай свой совет все-таки тем людям которые вот боятся я просто знаю боятся чего безумное количество людей которые пишут песни и на корне себя рубит и говорят нет это слишком просто это не интересно пусть лежит и ослужит вдохновение очень классный совет могу дать вот как у меня было например мне страшно не нравилось как я пою типа я вообще считал что я ну я типа до сих пор считаю что я не умею петь но типа как только я стал снимать видео типа и ну я увидел типа прогресс и я увидел там в рост как бы положительных отзывов то есть а потом уже там типы в заведениях мне люди стали говорить о могут там здорово поешь то есть мне кажется это как-то вот повышает самооценку но на самом деле просто надо начать то есть типа никто не знает знаешь никто во первых не знает формулу хита никто не знает какая песня выстрелить типа даже те кто там ну условно говоря владеет огромными типа миллионами они просто владеют миллионами которые не вложит на эту песню она выстрелит то есть никто не знает как написать песню которая стрельнет И может быть, типа, вот у тебя сейчас лежит эта песня, а ты думаешь, типа, нет, не то, это вот не там, как типа у Федука, наверное, это никому не нужно. Не исключено, что Федук думал то же самое в этот момент. Ну, я к тому, что, типа, очень-очень важно просто, вообще у меня девиз такой по жизни, я считаю, что главное делать. То есть, вообще, несмотря ни на что. То есть, ну, имеется в виду не то, что там себя нужно просто нести там бесконечным потоком, нет, но имеется в виду, чем больше ты делаешь, тем лучше ты делаешь, тем качественнее ты делаешь, тем ты начинаешь видеть разные грани у этого всего. И, соответственно, а как только ты сидишь и думаешь, ну, и вот ты сидишь так, типа, полгода, и ты есть мем, знаешь, классный. Сегодня я увидел, где сидит этот чувак из Гриффинов на скамейке, и написано наверху, сингл, сингл раз в год, и внизу альбом в 10 лет. Я понимаю, что это ко мне тоже относится, знаешь, ну, как бы то ни было смешно. Вот, но вот мы музыканты, вот я понимаю, что человеку, допустим, который, типа, ну, далек от музыки или там только начал, ей заниматься, для него как-то все это легко, знаешь. А вот у нас, как будто, чем больше у нас появляется знаний, тем больше у нас груз ответственности, типа, что мы делаем? То есть, вот, вот может быть по этому. У тебя были такие мысли, что, например, твою песню не оценит музыкант? Тараканы такие были в голове? Слушай, ну, вот, вообще, касаемо, мне просто хотелось, у меня реально была куча разных вариантов аранжировок, типа, я думал, что это что-то вот мне не нравится, это тоже, и в итоге я вот записал в акустике. И я считаю, что просто если песня есть вообще, то она прозвучит реально в абсолютно любой форме, то есть это просто уже заморочки, типа, твои там как аранжировщика, что это там такой стиль, что это там какие-то инструменты используются. То есть, на самом деле, и я общался с разными чуваками, и они говорят, что реально, если песня есть, вот, типа, берешь гитару, все, песня звучит. То есть, на самом деле, в нашем мире современном есть очень большая тема, что, типа, все там упарываются по продакшену и звуку, а на самом деле-то, блин, нужно просто песню классную написать. А потом что хочешь, то себе делай. Если песня классная, да, то хоть потом там, типа, делай, что хочешь. Или просто альбом с 10 вариантами, которые можно звучать. Главное написать хорошую песню. Но, что касаемо, допустим, типа, как отнесутся к моей музыке музыканты... Нет, в принципе, ты думаешь об этом или нет? Это вопрос от меня. Слушай, наверное, нет. Я вот просто, хоть у меня вот и 4 песни, да, есть, ну, готовых на данный момент, чем больше я вот занимаюсь всей этой ноосовой историей, тем больше я понимаю, что, блин, вот в этой же стилистике-то я и писал музыку. То есть мне понадобилось, выходит, нифига себе, сколько там, года 3, да, чтобы понять, что вот эта музыка, она должна звучать именно так. То есть вот именно так. То есть я там, типа, еще потом узнал о томе Миши, да, уже гораздо позже, чем я написал, но до этого я слушал Хиатус Койот. И я никогда не понимал, блин, что же они там делают. И я думал, что надо как-то так. А вот потом-то я пришел вот к этой простой формуле, все, что я увидел, что чуваки играют, и я понял, что да, это вот для этой музыки нужно именно так. И все. И то есть это музыкально, с музыкальной точки зрения. Это там местами не просто технические. Да, там, может быть, местами там вокальная линия не попадает в гармонию, но это специально так. То есть я не могу сказать, что там, типа, что-то есть случайно. Плюс я очень люблю такую штуку, что я беру аккорд и мелодию нахожу сразу вокруг. То есть я, типа, очень люблю мелодичность. Наверное, можно это заметить, если послушать. То есть у меня... Я, кстати, это открыл еще... Короче, когда я слушал Битлз, и когда я открыл их ноты, я понял, что... Только хотела сказать про Битлз. Безумно все любят Битлз, потому что у них все аккорды очень красиво опеты нотами аккорда и тональности. То есть у них ничего никуда не вылетает, за счет этого это так гармонично и красиво. То есть если взять вот любую песню, там, Эленор Викбет, там, Естеда, и проанализировать, это так. И когда ты понимаешь, что так работает, ты начинаешь понимать, что левые ноты, они как бы нужны максимум для какой-то краски. Ну вот как у Кобейна, например, у Нирваны же звучит круто в этом гранже, когда, типа, там, не должно быть мажора, а Курт его берет и опивает, и ты понимаешь, что это, блин, круто. То есть это, скорее всего, тут все, соответственно, какой-то ситуации. То есть именно не может быть такого. Так что бояться не надо, ребята. Давайте пишите, давайте посмотрим. Может, у вас классные песни, давайте сделаем их вместе. Не знаю, если вы прям паритесь с продакшеном, пишите. Давайте можем снять просто видос, там, как вы поете эту песню, я вам подыграю. Я всегда открыт, типа, ко всяким движухам. Поэтому не надо бояться, давайте. Классной музыки не так много в мире, давайте ее создавать. Друзья, вы смотрели нашу беседу с Константином Лоскутовым. Ксюш, я так рад, что у нас прийти в гитарный клуб, потому что тут просто... А-а-а, я поиграл в Дианжелика. Да, Костя просто решил остаться здесь жить. Все, я остаюсь здесь жить, выключайте камеру, я вот здесь буду спать. Мы благодарим администрацию гитарного клуба за то, что предоставили нам такую прекрасную возможность записать здесь это интервью. И рекомендуем всем любителям гитар посетить это место, которое находится в Москве, на флаконе гитарный клуб. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон»